Пудель – одна из самых популярных пород собак в мире. Существует распространенное мнение, что это – женская собака. Но это в корне неверно. На самом деле пудель – очень крепкая и спортивная собака, а также стильная и горделивая. Эта собака обязательно привлекает внимание. У этой породы собак есть красота и ум. Пудель – древняя порода с богатой историей. Хотя это национальная порода во Франции, изначально пудель был охотничьей собакой. Его корни уходят в Северную Европу. Слово «пудель» пришло из немецкого языка и означает «плескаться в воде». Эти собаки были обучены прыгать в воду. Пудель имеют достаточно изящную, словно слепленную из пластилина голову с сужающимся носом. Череп имеет менее половины длины головы, глаза посажены неглубоким, но обрамлены достаточно выразительными надбровными дубами. Мочка носа имеет цвет соответственно окрасу, обычно черная, но у коричневых, рыжих и абрикосовых пуделей допустимо коричневые. Губы пуделя суховаты и поджаты под себя. Их цвет совпадает с мочкой носа и обыводкой глаз. Прикус ножницы-образный. Умные и блестящие глаза коричневого или лентарного цвета. Уши висячие, длинные, переходящие за линию скул. Голова посажена на крепкой шее, которая переходит короткую и прямую спину, округлый зад. Грудь у пуделей достаточно глубокая и достигает локтевых суставов. Живот умеренно подтянутый, хвост высоко поставлен и может быть как укорочен, так и иметь довольно большую длину. Особая гордость пуделей – их шерсть, имеющая кудрявую структуру. Она должна быть равномерной по всему телу, так же как и структура локонов по всему телу должна быть равномерной. Различают как шнуровых пуделей с особыми дредами или шнуровыми завитками, так и обычных кудрявых. Длина шнурков, к примеру, может достигать 20 сантиметров. Данная порода требует кормления только натуральными продуктами с добавлением полезных для шерсти и кожи минералов, либо же кормления с балансированными сухими составами. Поскольку важно не только не перекормить собаку, но и придать шерстному покрову здоровый и блестящий вид, заводчикам советуют почитать специальную литературу о составлении рациона, а также подобрать и использовать диету в зависимости от поставленных задач ухода. В одном мнении сходится, выбранная для постоянного кормления пища не должна быть ни в коем случае однообразной или повторяющейся. Например, да, можно кормить каждый день крупами, но нужно чередовать их между собой, давай это гречку, то рис или овсянку. Именно эти три вида круп усваиваются организмом животного лучше всего. Что касается мяса, то советуют отказаться от свинины, баранины и других жирных сортов мяса в пользу говядины. Более того, даже мясо коров рекомендуется давать в сыром виде, но предварительно обработанным кипятком. Можно также вареным, только не стоит жареным. Периодически стоит давать супродукты, также можно курицу или морские виды рыбы. Косточки не должны заменять основную пищу, а лишь могут выступать в роли поощрения и лакомства. Первые дни после смены обстановки необходимо создать для собаки максимальный комфорт и показать, что ваш дом – это теперь его дом. Пусть вместе с ним заводчик передаст кусочек тряпочки от материнской простыни, чтобы она имела родной запах. С помощью этой тряпочки вы приучите пуделя к его новому месту и временному туалету, возможно, на период, пока прогулки еще воспрещены. Имейте в виду, что эта порода собак крайне прыгучая и непоседливая, не то, чтобы любит шкодить, но в раннем возрасте будет познавать мир. За это нельзя наказывать, особенно если ваши тапки съедены по вашей же вине. Научитесь, пока щенок растет, ограждать его от опасных предметов, а ценные вещи, одежду и обувь просто прятать на период отсутствия. Также следите за пудельками, пока они лазят по мебели, при падении с большой высоты они могут повредить себе конечности. Не приучайте к таким вещам, которые, казалось бы, позволены щенку, но недопустимы для взрослой собаки. Спать в постели, прыгать лапами на людей, клянчить со стола – все это должно пресекаться. Вместе с тем, собака данной породы очень нуждается быть социализированной и поближе к человеку, так что место можно расположить у кровати хозяина. Как приучить маленького щенка к туалету? Если лужица спонтанно пролилась на пол, не ругайте животное, это естественная потребность, за нее невозможно ругать. Промокните место газеты и отнесите ее в место, предполагаемое для туалета. Если увидите, что собака начинает моститься, несите ее туда и сажайте, ждите, пока сделает свое дело и потом похвалите. Несколько слов по поводу роскошной шерсти, чесать обязательно ежедневно уже с малого возраста. Встреч можно начинать с полугода, когда шерстный покров сформировался. Купать пуделей можно раз в месяц-полтора, а вот протирать слезные протоки и чистить уши хоть каждый день. Стоит иметь в виду, что каждая собака индивидуальна. Данное описание характерно для породов целыми и не всегда полностью совпадает с характеристиками конкретной собаки этой породы.